В России множится число фальшивых полисов ОСАГО. Для нашего региона эта ситуация нетипична, но водителям стоит быть предельно внимательными. Как отличить фальшивку от оригинала и чем грозит наличие поддельного ОСАГО, выясняла Татьяна Бойко. По статистике в России примерно каждый 20-й полис ОСАГО поддельный. Одни приобретают липу, сами того не знают, другие сознательно. Но немногие задумываются, что наличие фальшивой страховки чревато серьезными последствиями. Есть уголовная ответственность как за подделку полиса ОСАГО или иного официального документа, так и за использование данного документа. Если документ фальшивый, за повреждение автомобиля в случае ДТП придется платить из собственного кармана. Подлинный ОСАГО или нет могут проверить и сотрудники ГИБДД. Водитель, имеющий на руках поддельный полис ОСАГО, незамедлительно доставляется в ближайший отдел полиции для составления материала об обнаружении признаков преступления, предусмотрена частью третьей статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это использование поддельного документа. Такой случай и был выявлен автоинспекторами при проверке документов. Автолюбительница предъявила сотрудникам ДПС полис ОСАГО, заполненный карандашом, а внесенные сведения были недостоверными. Как выяснилось позже, женщина работает в одной из страховых компаний. Уголовное дело нами было расследовано, установлена подчерковеческая экспертиза о том, что эти сведения были внесены именно этой гражданкой, которая его и предъявила. И дело направлено на суд по части 1 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации подделка официального документа, предоставляющего право в целях его использования. Данное преступление относится к категории преступления небольшой степени тяжести, за которую предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы. Страховщики, которые дорожат своей репутацией, фальшивку своему клиенту никогда не продадут. Как правило, этим грешат мелкие страховые компании или те, у которых нет лицензии, или просто мошенники. Распознать липовый документ, даже подделанный качественно, возможно. Оригиналы изготавливаются на типографиях госзнака и имеют несколько степеней защиты. По размеру полонкосагов всегда больше листа формата А4. При проверке полиса на просвет должны быть хорошо видны водяные знаки, симблемы РСА и картиночка автомобиля есть. Также, когда бланкосагов изготавливается, присваивается однозначно учетный номер. На сегодняшний день все бланки серии начинаются с буквы на ЕЕЕ и дальше идет номер бланка. Если все же у автовладельца возникли сомнения, подлинность документа можно проверить онлайн на сайте Союза автостраховщиков. Но сейчас и этот момент мошенники научились обходить. Надежнее сделать звонок страховую компанию. Нужно быть предельно внимательным и при оформлении электронного ОСАГО пользоваться только официальными сайтами, так как есть риск зайти на сайт Двойник и тщательно проверять вносимые данные. Опечатки, ошибки и собственноручные исправления могут стать причиной расторжения договора по инициативе страховщика или наложением штрафа автоинспекторами. Татьяна Айбуйко, Сергей Шалафан, Новости Муравленко.